всех приветствия на моем канале сегодня будет видеорасклад для приднестровья на 2024 год давайте все посмотрим что можете ждать эту страну в этом году что может быть нужно опасаться и вообще в целом что что ждать народу так в этом году давайте 2024 год что будет происходить в приднестровье ну потому что сейчас очень много новостей всяких разных появляется и вообще кто-то активизировалась вообще какая-то ну как какая-то вся активность какая-то вокруг этой страны так приднестровье приднестровье 2020 четвертый год что там вообще будет да но смотреть пока я ничего плохого такого не вижу так вот смотрите сначала да ну во первых сделаю ну во первых я так понимаю что это страна все-таки она ну или как сказать ну территория да она видите такая как вот ограниченная да все таки потому что она как-то вот с миром сильно не взаимодействует как то есть то влияние извне в мире да на эту территорию вообще на эту страну и вот у них вообще в целом да я так понимаю что какие то будут очень быстрые события происходить течение наверно максимально вот восемь лет обычно вот смотрите восемь дней восемь недель восемь часов восемь месяцев и максимально восемь лет то есть в этот строк период у них будет какое-то видо изменения до коснется скорее всего народа потому что видите у нас десятка пентаклей это вот а связано у нас карты карта вообще население так давайте что за общие события да у нас могут быть во первых у них какие то вот я так понимаю что связано с границы да какие то вот вопросы спорные потому что видите им как-то вот тяжело да и вот обычно это у нас карта показывает вообще закрытость да либо она вот как вот как сказать сейчас подождите подберу слова то есть как она под замком до находится может быть какие то вот там спорные вопросы то существует и как-то вот их тяжело решить но в целом вот страна да она вот я так понимаю что она там не какие тут есть ресурсы которые им вот позволяют жить вот не так плохо потому что в принципе да если вот использовать как говорится с умом это все дату можно жить очень даже как бы хорошо вот единственное что меня вот смущает вот эти вот карты да какие-то вот конфликты да вполне возможно что вот они будут происходить смотрите даже 24 год очень такие вот стремительные конфликты но вот обычно вот когда выпадают такие вот карты например как башня да это вот мы говорим что это уже там такие вот события как катастрофически но тут пока башни нету я думаю что все таки какие-то вот стычки будут да но обычно еще вот это вот карта у нас показывает то что завершение какой-то вот ситуация какой-то вот конец да и я так понимаю что все таки вот влияние будет вполне возможно даже вот какой-то страны на вот эту вот всю территорию как-то вот она вот из-за границы да и и вообще вот страна входит такой период период трансформации почему-то тут вот на этой карте у нас видите какое-то вот ночное небо то есть вот вечер то вот может быть даже события будут происходить именно вечером так давайте еще следующее посмотрим что вообще там может как вообще себя народу будет чувствовать там 2024 году приднестровье 2024 год приднестровье ну я думаю что народ очень сильно боится чего-то либо они вот от чего-то устали либо какой-то вот им будет предложение двадцать четвертым году так считать должен на именно что они все-таки боятся чего-то во первых они боятся за дом зовут территорию до которая вот у них есть и как-то может быть это связано с прошлым скорее всего вот эти вот события у них тянутся все-таки из прошлого и вот для них но в целом для народа до для них что важно важно чтобы они могли вообще спокойно работать до чтобы их ничего не отвлекало и чтобы они могли как даже вот восстановить свои какие-то вот силы да может даже оздоровлением и как-то вот они все-таки ждут этого справедливости но вот видите то что у нас выпадают такие вот карты конечно не совсем да благоприятное во первых какие-то вот законопроекты могут быть да они могут быть отложены либо как вот там их не не смогут реализовать потому что видите у нас тройка мечей и видите они как-то вот может быть даже связано вот сейчас дома вот с этой вот всей территории да потому что у нас четверка жалов это обычно показывает у нас дом то есть территорию там где мы живем я думаю скорее всего да это связано с каким-то законопроектом который скорее всего не пройдет так и вот как-то вот народа для него это как-то как головная боль так давайте еще следующее 2024 год вообще о чем да в новостях давайте посмотрим будет говорить да приднестровье какие вообще новости могут быть на 2024 год о чем будут вообще новости так я думаю что вот все таки смотрите связано я думаю с каким-то вы даже вот может быть объединением да как-то вот а какая-то работа будет вестись так что еще может быть у нас это может быть связано с темой вот как-то я думаю что какие-то вот две стороны да не видите как сближается друг у друга одна видимо идет очень быстро до стремительно другая вот более такая медленно как-то вот они вот вместе потому что видите тут двойка кубка как-то вот мне вот почему-то это сразу же идет так и в целом я думаю что может быть даже если мы говорим про сферы да искусств искусство например да либо медицина вот как-то вот про них еще будут вот как-то новости показывать так давать еще вся какие вот главные события такие вот на которых стоит обратить внимание до приднестровья вообще население вообще там кто живет людям что вообще стоит и ну во первых наверное скорее всего перестать бояться до чего-то потому что видите вот как-то вот нагнетение все страхов идет какие-то вот иллюзии либо вот как-то вот они боятся то постоянно вот от чего-то как-то вот в таком как тумане до находится и опять таки вот им нужно все-таки уходить в сторону где вы для них будет больше возможностей для людей дан где вот они смогут себя все-таки чувствовать победителями и да и все-таки да не вот видите они им нужно быть все-таки людьми иметь такую силу духа постоять за себя то есть чтобы у них была возможность отстаивать себя вообще в этом мире да так давайте еще может быть посмотрим еще что еще можно посмотреть давайте еще посмотрим как взаимоотношения то будут с другими странами все какого приднестровья будет другими странами да ? да в 2004 году себя вести по отношению с другими странами вот тут так такого вот какой-то двояко это состояние другими странами видите они как-то бояться вот за свои все-таки границы, да, потому что, видите, опять-таки человека один на один, да, находится. И как-то вот им нужно вот, может быть, даже вот какой-то, ну, враждебности, да, избавиться. С другой стороны, очень хорошие перспективы, потому что у нас выпадает эта пентаклевая карта вообще нам говорит про что, про торговлю, да, про взаимоотношения, вообще развитие, допустим, сферы искусства, земледелия. И вот у меня сразу такие мысли, да, вот по поводу идут урожая. Вот видите, тут у нас также пшеница, да, то есть может быть даже вот как-то вот продавать свои, например, продукты, да, когда вот выходить в этот мир, да, быть и купцами, и земледельцами. То есть у меня вот эти вот мысли сразу же идут. То есть как-то вот я думаю, что всё-таки свою продукцию необходимо будет как-то вот поставлять вот в другие, например, страны, да, то есть чтобы продукция, видите, она как не затаялась только на их территории. Я потому что думаю, что всё-таки по этим картам там очень должна быть хорошая земля для выращивания каких-то вот растений, да. И вот смотрите, у нас солнце, да, может быть даже связано у нас с подсолнечником, то есть с подсолнухами. Вот даже вот нужно как-то вот выращивать подсолнух, да. Но это пока мои только мысли. Кто там может проживать, вы напишите более подробно, да, как вообще там, как в самой, да, местности, потому что я не знаю, к сожалению, особенностей. Я только смотрю по картам. Я надеюсь, вам понравился мой видеорасклад. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои вообще комментарии, да, мне его тоже интересно будет почитать. Сразу говорю, что негатив я не приемлю на своём канале. И всего доброго, до свидания.